Всех приветствую на своем канале. Меня зовут Марат. У меня до этого выходило видео про синхроничность. Кто не смотрел, переходите по ссылке. Внизу под видео я оставлю ссылочку. В этом видео я расскажу, как мы можем сами вызывать синхроничность в своей жизни. Если вы познакомитесь с этим явлением, вы наверняка захотите поглубже узнать о нем, ощутить его, испытать такой опыт в своей жизни. В этом видео я расскажу, как можно вызывать синхроничность в своей жизни. И первое, что нам нужно, чтобы вызывать синхроничные события, это, конечно же, способность наблюдать за своим внутренним состоянием, за своими мыслями, чувствами, за своими предчувствиями, за своей интуицией и связывать их с внешними событиями. То есть, если этой способности нет у человека, то очень сложно будет заметить синхроничность. То есть, возможно, она произойдет, а человек это не заметит. Потому что этой способности, которую я поставил на первый пункт, нет. Чтобы эта способность была, нам нужно развивать осознанность. Осознанность позволяет нам следить за своим внутренним миром и не теряться при этом. И тогда мы сможем связывать то, что мы думали и чувствовали, с внешними событиями. При этом не надо будет высасывать из пальца, не надо натягивать, не надо здесь что-то придумывать. Вы увидите четко ту взаимосвязь, которая есть. Но вы ее увидите только если у вас будет осознанность. Если у вас нет этого качества осознанности, умения наблюдать за своими внутренними переживаниями, мыслями, чувствами, если так коротко сказать, то тогда вы будете делать ошибочные выводы, ошибочные умозаключения, и вы будете наблюдать не синхроничность, а что-то другое. Второе, что очень важно, чтобы вызвать синхроничные события, это интенсивность эмоций. То есть, если у вас не будет никаких эмоций, если для вас какая-то идея, событие, мысль не имеет большого значения, она не вызывает у вас эмоций, то и синхроничности у вас не будет. Поэтому люди, которые отстраненно о чем-то думают, для них это не имеет никакой важности, просто так как бы побаловаться, то и синхроничности они не смогут вызвать. То есть, нужны сильные эмоции. Это не означает, что надо орать, кричать, прыгать и так далее. И только тогда это считается за сильную эмоцию. А люди, которые сидят или спокойно разговаривают, они не испытывают сильных эмоций, а значит, и синхроничности у них нет. Нет. Это совсем не означает, что это так. Это не означает, что такие спокойные люди, которые ведут себя сдержанно, не испытывают глубоких эмоций. Приведу пример. Карл Юнг рассказывал, что они как-то прогуливались с одной пациенткой, и она ему рассказывала про один сон, который произвел на нее наибольшее впечатление, наибольшее, которое запомнился ей. И в этом сне она видела лису, которая спускалась по лестнице. Короче говоря, центральным персонажем в ее этом сне, который вызвал у нее такую эмоцию, который, может, яркий такой сон был, центральным персонажем была лиса. И они там начали обсуждать это, видимо, с Юнгом, вот этого персонажа, лису. И как раз и в этот момент они видят впереди себя, что выходит настоящая лиса. Из леса идет неподалеку от них и потом уходит обратно, погружен, ну, скрывается в лесу. То есть, видите, синхроничные события. Они идут, обсуждают лису, которая появилась во сне, и тут появляется лиса, которая уже настоящая, выходит из леса. Это о чем говорит? Как им удалось вызвать эту синхроничность? Это говорит о том, что для человека, который рассказывал в этот момент, то есть, для вот этой женщины, девушки, рассказ имел большое значение, это первое. И второе, она при этом испытывала глубокие чувства. То есть, был некий такой эмоциональный накал. То есть, она считала это важным, она испытывала чувства. Все. И вот эти два явления соединились и вызвали такое проявление синхроничности. Итак, подытожим этот пункт. Запомните, с ростом интенсивности эмоционального переживания растет и синхроничность. Это бывает, поэтому чаще всего синхроничность бывает у творческих людей, у влюбленных, а также у тех, кто путешествует. Ну, то есть, вы поняли, да? Те, кто путешествует, они находятся в состоянии такого открытия, они смотрят на мир, находят состояние открытия, видят новые места, испытывают эмоции, позитив, и ощутить синхроничность, испытать синхроничность легче. Далее, влюбленные также у них есть весь набор. То есть, они находятся в особом состоянии, при поднятом настроении и испытывают чувства. У творческих людей внутри протекают похожие процессы. Это не означает, что только у них легче всего. Я просто привел три примера, у которых синхроничность происходит чаще. конечно, если все условия соблюдаются, то это может быть у многих людей. То есть, достаточно испытывать сильные эмоции. Далее, если человеку это важно, то есть, для него важно, а значит, он испытывает эмоции, то уже проявление синхроничности повышается. Следующий пункт, который помогает вызвать синхроничность, это когда мы своими мыслями, чувствами затрагиваем некий архетип в бессознательном. Я напомню, что Юнг, который открыл, так скажем, или поведал широким массам о таком явлении, как синхроничность, он был психиатром и занимался темами подсознания и так далее. В его теории в подсознании большую роль, ключевую роль играют архетипы. Если коротко, архетип это некий идея, образ, который вызывает у нас эмоцию. и эта идея и образ есть во многих народах. Например, герой. Герой есть во многих культурах, понятие героя есть во многих культурах. И когда мы кого-то так называем героем, это такой яркий образ и вызывает эмоции. Герой это архетип. То есть таких психических моделей, так скажем, архетипов, которые вызывают у нас эмоцию и которые понятны всем, их много. Сюда можно отнести и допустим образ разбойника какого-нибудь или образ бога тоже наверное входит в архетип или если точнее сказать некий религиозный символ тоже наверное входит в архетип ну и так далее. То есть главное чтобы это вызывало эмоцию было понятно всем такой некий общий образ. Вот если мы затрагиваем какой-либо архетип и при этом испытываем эмоцию то вероятность возникновения синхроничности повышается. Следующий пункт который я считаю важным для того чтобы испытать синхроничность это не ждать синхроничности. То есть если человек начинает ждать синхроничность она наоборот от него ускользает сами можете проверить вы можете все пункты соблюсти которые нужны для синхроничности но если вы будете ждать ее то есть специально постоянно оглядываясь по сторонам постоянно озираясь быть в состоянии ожидания с вопросом где же эта синхроничность где же эта синхроничность где же это где она у вас не будет никакой синхроничности так как вы своим ожиданием отпугнете ее это те кто занимается силой мысли наверняка знают что само ожидание это состояние отсутствия и само ожидание оно отталкивает желаемые события а значит если вы впадаете в это состояние то и синхроничности никакой не будет поэтому ни в коем случае если вы хотите испытать синхроничность своей жизни специально ее не ожидайте тем самым вы только оттолкнете ее будьте в таком отстраненном состоянии есть синхроничность хорошо нет синхроничности тоже хорошо и будьте заняты чем-то другим и потом когда она произойдет вы сразу вспомните так как осознанность у вас включенная всегда внутренний наблюдатель включенный всегда вы сразу заметите а вот это синхроничность еще один момент который тоже важен для появления синхроничности это наша энергия то есть у человека у всех людей уровень энергии разный есть если человек истощен энергетически то синхроничности у него не будет тут важно иметь именно повышенную так скажем энергетику среднюю выше среднего где-то вот так если энергетически человек истощен то синхроничности не будет как повысить свою энергетику об этом я запишу далее видео у меня будет выходить на эту тему поэтому подписывайтесь на канал кому это интересно кто хочет испытывать синхроничности кто хочет осуществлять какие-то желания в своей жизни силой своей мысли кто хочет менять себя изнутри силой мысли кто хочет испытывать гораздо чаще в своей жизни хорошее настроение которое не зависит от внешних от внешнего окружения или так скажем не так сильно привязано к внешним событиям когда человек радуется благодаря своим духовным практикам благодаря своему духовному росту благодаря своей внутренней силе и так далее кто хочет быть более стрессоустойчивым кто хочет управлять своими снами и так далее и так далее и так далее тут много пунктов всех не перечислишь подписывайтесь на канал все это об этом будете узнавать будут выходить полезные ролики вы узнаете для себя много нового это 100% и так что же нужно чтобы ощутить синхроничность в своей жизни первое это определенный уровень осознанности если у человека нет осознанности так скажем которая достигла определенного уровня то и заметить он синхроничности не сможет или ему будет это сделать очень сложно они будут проходить мимо его восприятия это 100% с этим я уже встречался много раз приходится человеку объяснять вот эти все взаимосвязи напоминать ему о том что он говорил раньше чувствовал второй пункт который нужен это интенсивность наших эмоций интенсивность интенсивность наших переживаний это очень важно если не будет никаких эмоций если нет внутренних ощущений и переживаний то есть для человека безразлично то это не вызовет синхроничности следующее это предмет явление тема человеку должна быть очень важна затрагивать всю его глубину внутреннюю так бывает у творческих людей у влюбленных людей у людей которые увлечены чем-то и так далее и так далее ну вы поняли то есть когда это затрагивает всю внутреннюю суть человека когда для него это важно тогда и синхроничности происходят чаще также следующий пункт это не ждать синхроничности не ожидать специально когда же она произойдет с вопросом когда же она произойдет иначе вы не дождетесь этой синхроничности никогда и нервы только свои попортите то есть не ждать синхроничности вообще и тогда она у вас будет происходить вот такой парадокс и последний пункт Это определенный уровень внутренней энергетики человека. Называйте, как хотите, биоэнергия, энергия просто, психический потенциал, внутренний тонус. Называйте, как хотите. Здесь много названий, но в целом вы поняли. Если он на низком уровне, если человек истощен, то вряд ли у него будут синхроничности. И наоборот, если у него высокий внутренний психический тонус, если он, так скажем, на коне, у него внутренний подъем, он чувствует себя прекрасно, он чувствует внутреннюю силу, внутреннюю энергию, тогда и синхроничности у него будет происходить гораздо и гораздо больше.